Казанский федеральный университет 28 декабря провел пресс-конференцию, темой которой стали итоги уходящего года для университета. Спикерами пресс-конференции стали ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин. Должен сказать, что год уходящий был непростым для нашего федерального университета. Связано это было прежде всего с теми событиями, которые происходят вокруг нашей страны, по той простой причине, что мы являемся участниками глобального рынка, как образовательного, так и научно-исследовательского. Все свои обязательства, которые мы брали перед коллективом и перед руководством страны, мы по итогам года можем проинформировать, что мы их исполнили. На пресс-конференции были представлены достижения университета. За 2017 год Казанский федеральный университет значительно повысил свои позиции практически во всех показателях. Ильшат Гафуров выделил достижения в образовательной деятельности и повышение позиций в рейтингах КОЭС, международное сотрудничество, привлечение большого количества иностранных студентов, а также создание нового музея имени Николая Лобачевского и возрождение одноименной премии. Кроме этого, ректор университета напомнил, что 2018 год в Республике Татарстан объявлен годом великого русского писателя Льва Толстого, и в рамках этого года будет создана премия. Инициатором создания премии стал не только университет, но и Министерство образования и науки, и Министерство культуры Республики Татарстан. Подробнее о пресс-конференции итогов года Казанского университета вы узнаете уже завтра. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюс.